Зовут меня Ксения. Я работаю в области аналитики всякоразной, начиная с HR, через BI и Data с 2014 года. С 2016 года я занимаюсь анализом данных, репортингом, визуализацией, разработкой бешбардов, табло, решением различных аналитических задач. И, собственно, мне хочется поделиться тем, что я знаю и умею, поэтому я сегодня здесь с вами. Я постараюсь найти какие-то примеры, которые будут понятны всем. Ну, а вы в конце урока напишите мне, что все получилось, либо мы будем по ходу разбирать, задавать вопросы. Вы будете задавать вопросы, мы будем это дело все по ходу разбирать. На самом деле карьерный путь в аналитике данных, на тот случай, если совсем еще новички слушают и смотрят наш урок сегодня, он бывает разный, да, то есть заходить можно с разных углов, с разных точек зрения. И, как вы можете, прочитав слайд, видеть на моем примере, что даже совсем, казалось бы, в гуманитарной области можно оказаться в этой сфере. Так что я надеюсь, что, опять же, сегодняшний урок послужит для вас некоторым вдохновением, некоторой мотивацией. Ну, и давайте, собственно, перейдем к нашему маршруту, да, то есть как мы будем двигаться сегодня. Со знакомства мы уже немножко начали, ну, по крайней мере, с моей стороны. Я чуть позже вас тоже прошу представить и ответить на пару вопросов. Ну, и дальше мы поговорим, да, немножечко поговорим об ОТУС. Опять же, ваши ответы на вопросы мне позволят сориентироваться, насколько подробно стоит делать эту презентацию, да, этот кусочек презентации. И дальше у нас, собственно, тема, да, то есть предобработка данных, исследовательский анализ, как вообще с этим самым датасетом работать, если он впервые попал к вам в руки. Дальше мы поговорим про команду курса, кто подготовил этот курс для вас, кто будет вести, да, что за люди, какие, о чем, о чем это все. Мы поговорим о самом курсе с точки зрения программы обучения, да, как именно она получилась, почему она именно такая, как создатель этого курса. Я могу это рассказать, наверное, как никто другой, ну, и опять же, ответить на вопросы, если таковые появятся. Потому что, как правило, на этом этапе, когда ты просто читаешь какую-то страничку на сайте, вроде бы тебе все понятно, но с живыми комментариями начинаются, начинают появляться, заводиться живые вопросы. Так что полностью welcome, да, если у кого-то что-то уже приготовлено, то совсем чудесно. Еще поговорим немножечко о том, как будет организовано самообучение, да, то есть что мы делаем, что мы будем делать и как, с какой частотой интенсивностью. И завершим небольшим таким бонусом, да, как мы его называем, карьерной информацией о том, что происходит с рынком в текущий момент. Я думаю, что это актуально для всех, кто планирует, опять же, поменять профессию, как никогда. Ну и подведем итоги, посмотрим, насколько получилось раскрыть тему, насколько вам стало легче ориентироваться в первых, да, каких-то базовых, но все-таки уже дебрях, лесах, полях, да, аналитики. Вот, поговорим о том, как это было, как мы провели эти полтора часа. Поехали. Пожалуйста, представьтесь, расскажите немножечко о себе, расскажите, какие у вас идеи, мысли, мечты, да, зачем вы сегодня здесь, чтобы вы хотели узнать, какие ваши ожидания, да, то есть, ну вот, небольшая шпаргалочка на экране. И здесь, наверное, большая просьба от меня не стесняться черкнуть хотя бы пару строк, просто так будет проще сразу понять, какая у нас сегодня аудитория, да, может быть, какие-то дополнительные моменты, комменты, нюансы получится принести прямо на ходу. В зависимости от того, насколько у нас сегодня готовая аудитория, насколько хорошо вы знаете, собственно, о ОТУС, да, о курсах про дата-анализ в целом, так что давайте. Памятуя о том, что у нас небольшая задержка на стриме, я немножко помедитирую на это все, вот, и дождусь, когда у меня подгрузится ваш ответ. Так, давайте еще минуту на случай. Если кто-то все-таки захочет сказать что-нибудь. Окей, наверное, это то, почему вебинары всегда труднее, чем какие-то, ну вот такие, да, стриминговые вебинары всегда чуть сложнее в исполнении, чем живые уроки. Ну вот это ровно такие, да, которые мы проводим обычно в рамках курсов. Это сложность установить некоторый живой контакт, да, потому что мне всегда классно слышать слушателей, желательно еще и видеть, иметь возможность как-то понять, да, что происходит, насколько люди в контакте или все уснули, лекция была слишком нылой. Ну, в общем, здесь, наверное, такое замечание, да, пока все-таки какие-то ответы долетают. В рамках курсов, да, опять же, и в рамках дата-аналитика конкретно мы не практикуем записи, да, которые бросаются в студентов для дальнейшего просмотра. Таким образом шарятся только дополнительные материалы, а все уроки проводятся в рамках живых сессий. Онлайн, правда, но все-таки это живой вебинар в Зуме, в прямом, что называется, эфире, да, с возможностью поприставать к преподавателю с вопросами разной степени приятностей. Вот, поэтому здесь просто небольшие хайлайты о том, что в реальном обучении мы делаем это все не в немом режиме, да, можно говорить хоть месседжами, хоть словами. Так что, я думаю, для многих это все-таки в текущий момент плюс. Так, супер, спасибо большое, друзья, те, кто вставил ответы. Вижу, что у нас есть и, ой, прекрасно, и фанаты эти, да, спасибо большое, Николай, вот, Анна, спасибо большое, прекрасно, есть, ну, в общем-то, опытные люди, замечательно. Ну, тем больше ответственность сегодня лежит на мне, да, Андрей, вижу, биоаналитик, прекрасно. Да, я надеюсь, что тоже для вас найдется что сегодня, что что-нибудь новенького сегодня узнать, ну, или как минимум, как минимум структурировать информацию, те знания, которыми вы уже владеете. Супер, спасибо большое, ребят, тогда смело врываемся в наши, в нашу тему. Я, в принципе, все правила вебинара плюс-минус уже рассказала, да, ну, на всякий случай, еще раз, на секунду держу это дело все на экране. Чат я вижу сразу, на самом деле, но я могу просто немножечко позже ответить, да, чтобы логически какой-то кусок завершить и уже дальше переходить к ответу на ваш вопрос. Так что не переживайте, мы в любом случае все ответим. Давайте теперь поговорим об ОТУС как образовательном проекте и, на самом деле, здесь что хочется сказать. В целом, ОТУС специализируется именно на IT-сфере и, наверняка, попав, раз уже вы попали на этот курс, вы были где-то или на сайте, или в каких-то соцсеточках, и, наверняка, вы обратили внимание, что набор программ разный и, фактически, основные специализации, да, основные роли в сфере информационных технологий уже представлены в рамках наших образовательных программ. На самом деле, большой бонус состоит в том, что не только какие-то, да, новичковые курсы представлены, они ранжированы в зависимости от крейдов до степени сеньорики специалистов, и уже во многих направлениях, да, стало возможно не только приобретать какую-то новую профессию с нуля, но и просто прокачивать квалификацию, хотя бы и потому, что в целом открытые материалы, какие-то наши вот такого рода открытые уроки, посты, статьи, вот это все, они готовятся преподавателями, людьми опытными в своей сфере, и зачастую это как раз-таки возможность быстрым способом рассказать многим людям о том, какую классную новую штуку ты нашел, да, как можно сэкономить время и силы. Вот, поэтому люди заряженные, мы все стараемся делиться тем, что кажется полезным окружающим, так что вся идея ОТУС в этом. Много людей, которые любят делиться своими знаниями, готовы ими, собственно, сори за тавтологию, делиться. Если говорить о каких-то официальных вещах, да, то есть это вопрос, который возникает так или иначе, насколько, ну вот, курсы, которые я пройду, будут документально подтверждены, вот это все. ОТУС имеет лицензию, все законно, все прозрачно, красиво, и, соответственно, все ваши достижения в рамках освоения того или иного курса, они подтверждаются как повышение профквалификации, да, профпереподготовка, ну и, собственно, то, что заносится в, как это называется, приложение дополнения к официальному документу напрямую связано с теми уроками, да, которые были пройдены с теми домашними заданиями, которые были сделаны. Вот, соответственно, чем полнее получилось, чем полнее выполнена программа, тем, собственно, больше всякого интересного написано в официальных документах, которые наши успешные выпускники, да, люди защитившие проектная работа, получают по итогам. Как показала совсем-совсем недавняя практика, мы еще и стараемся развиртуализироваться по возможности, находя народ в одном городе. С одной из групп параллельных потоков мы даже устроили мини-выпускной, так что, в общем-то, почему бы и не, опять же, оказаться в комьюнити, в котором можно почувствовать себя, ну, как минимум, комфортно, как максимум еще и приобрести всякого разного интересного в копилку знаний, умений и навыков. Если говорить про профессии, в принципе, да, ну, это то, о чем я говорила, то есть основные направления в IT, они в целом отражены, да, то есть программирование, тестеры, аналитики всех мастей возможных и невозможных иногда. Data science, то есть то, что сейчас котируется фактически везде, да, и внутри, и вне нашей великой Родины, в целом не для всех, ну, я буду честной, да, то есть не для всех представленных на экране есть прям полный набор курсов по грейдам, в частности, но тем не менее, да, то есть это дело движется, и я думаю, что в недалеком будущем, даже если, да, вдруг прямо сейчас вы хотели найти для своего уровня что-то, в чем можно развиться, да, поучиться, прямо сейчас нет, но немного времени пройдет и будет. Год назад даже, ну, вот, опять же, data analytics существовала только в каком-то, в какой-то фантазии, да, в каком-то представлении. Сейчас мы стартуем уже третий поток, и на самом деле получается, чем дальше, тем интересно. Немножко, ну, такой, да, условно-точной информации, как я всегда говорю о тех вещах, где мы пишем что-нибудь плюс, 130 плюс, 600 плюс, ну, просто, опять же, это не какая-то уловка, да, то есть просто для того, чтобы не требовалось обновлять слайды с, скажем, да, неприличной частотой, мы все-таки стараемся быть чуть менее точными в этой связи, но я думаю, что то, что вы сейчас видите на слайдах, на слайдах говорит само за себя, нас много, проект большой, и больше сотни курсов для различных специализаций по различным уровням уже существуют. Люди, которые это дело все придумывают и ведут, это практически, ну, сто процентов те ребята, да, которые работают в своей сфере давно, имеют какое-то основное место деятельности, да, какого-то основного работодателя, и, кроме прочего, в свободное, как говорится, основное работа время любят делиться своими находками, своими знаниями, хотят что-то объяснять, хотят что-то показывать, вот, соответственно, таким образом, да, получается совмещение приятного с полезным. Еще один дополнительный плюс состоит в том, что, опять же, специалисты, которые не только преподаватели ради преподавания, да, то, с чем мы все с вами, мы, к сожалению, наверняка сталкивались в школе, в универе, когда, ну, человек работает в рамках определенной программы и безжалостно и беспощадно отстает от сферы, в которой он чего-то преподает. Вот, собственно, сам факт того, что люди, да, преподаватели, менторы, они продолжают работать в своей сфере, он все-таки помогает быть на волне, вот, ну, и при каких-то, опять же, внутренних встречах, обменах информацией, обменах премудростями в комьюнити, ты всегда имеешь возможность что-то увидеть новое, интересное про свою сферу, подтюнить, доделать, подкрутить. Ну, по большому счету, нет такой моды, да, когда слайды на реке, слайды курсов, да, вот все PDF-ные материалы, какие-то дополнительные ссылки, видеостатьи, что они один раз были разработаны и потом не меняются никогда, ну, как бы это неинтересно. То есть ты в любом случае можешь найти новый, более прикольный пример, придумать какую-то визуализацию, которая позволит рассказать сложный кусок темы не за целый урок, за половину. То есть, в общем-то, в этом вся соль, вот, и мы стараемся это делать. Так что, в принципе, здесь я думаю, что вне зависимости, да, от того, выберете ли вы конкретно наш сегодняшний курс, да, по которому у нас демо, аналитик данных, либо попробуйте себя в каком-то соседнем, все равно плюс-минус идея у всех в этом, да, продолжать учить на свежих материалах, продолжать быть в тренде, опять же, каких-то методических находок, потому что, ну, опять же, сама по себе сфера обучения тоже не стоит на месте, и стояла бы она на месте, стояли бы мы с вами до сих пор в оффлайн-аудитории с мелком у доски. Ну, а поскольку это не так, в общем-то, я думаю, что прогресс, как бы, на нашей стороне. Я очень прошу сейчас побросать в чатик вашу степень знакомства с отус просто цифры, да, то есть вы сейчас видите ее на экране. Опять же, это позволит чуть лучше финальную часть затюнить, потому что там есть тоже своя специфика, что можно рассказать прям совсем подробно до молекулы, что можно опустить. Вот, поэтому мы с вами пойдем дальше, а вы пока, собственно, набрасывайте цифры. Если вы уже учились, то это единичка, если это ваше первое знакомство, первое свидание, то троечка, если что-то слышали, то двоечка, ну, как бы, вот некоторые промежуточные варианты. Буквально секунду мы повисим перед запуском и будем уже двигаться непосредственно к теме. Я, на самом деле, задумывала больше, наверное, кого-то интерактива сегодня, но, насколько я вижу, у нас с вами достаточно большой гэп между мной и вашими комментами, ну, именно стриминговая история. Ну, попробуем. В любом случае, будет интересно, что из этого всего получится. Итак, давайте про цели. Чего мы с вами сегодня хотим добиться, да, то есть к чему идем. Во-первых, хотелось бы сложить какое-то представление, что делать с датасетом, когда он попал к вам в руки впервые. То есть, ну, это, опять же, в большей степени знакомая история для тех, кто хотя бы немножко успел поработать в BI либо в более широком анализе данных, любым, по большому счету, да, аналитикам любой специализации. То есть ты однажды получаешь в руки табличку, тебе говорят, на, анализируй. Вот, что с этим делать и как к этому подойти так, чтобы к моменту, когда кажется, что задача решена, не получить новых седых волос, начнем мы с этого. Дальше мы потрогаем немножечко, ну, несколько, да, типичных проверок, то есть как именно мы работаем с оценкой качества датасета, какие этапы предобработки там в этом самом, в этой самой оценке качества присутствуют. Ну, и в итоге, да, опять же, по результатам рассмотрения наших с вами уже озвученных двух больших блоков, мы так и составим представление о том, а что с этим делать. Ну, окей, нашли мы грязь, нашли мы мусор, нашли мы какие-то шумы, дыры, пропуски, дубля, что делать-то. Ну, здесь, конечно, я оговорюсь, да, что, естественно, про предобработку, про предстартовый процессинг данных можно говорить, ну, я не знаю, тут можно целый отдельный курс, пожалуй, про это запилить, потому что нюанс, конечно, присутствует, особенно, когда ты начинаешь решать конкретную практическую задачу и так типа, ой, а что, а что дальше. Ну, по факту, нас с вами сегодня интересует некоторый стартовый заход. Ну, я думаю, что, опять же, с легким таким структурированием знаний вам дальше будет проще уже сориентироваться о том, как выжить в непростой среде предобработки данных. Тут можно уходить в сторону того же самого ML, да, машин-лёрнинга, когда, в принципе, мы должны очень тщательно подойти к предобработке датасета, чтобы модель получилась действительно хорошей, действительно полезной и действительно приносила нам какие-то правильные предсказания. Это все тоже сюда, вот, поэтому я и говорю, что тема широкая, ну, попробуем ее хотя бы как-то за бока пощипать и посмотреть, что из этого получится. Итак, первая часть марлезонского балета – это та самая, когда нам в руки попадает какой-то датасет. Что происходит? На самом деле, когда мы слышим оценка качества данных, окей, если просто взять это и загуглить, можно получить, на самом деле, огромный букет разного рода материалов, где-то про очистку, где-то про бизнес-логику, где-то про какие-то, условно говоря, ну, совсем-совсем технические моменты, да, из разряда ошибки датчиков на конкретном предприятии. Но по факту, если мы попытаемся выжать из всего этого многообразия критерия в какую-то, ну, основу, что ли, да, то есть самое главное, можно получить набор критериев, которые сейчас вы видите на экране. И цвет здесь неспроста. То, что вы видите слева и синим, это то, что, по большому счету, больше про процессы и бизнес. То есть это в целом, как бы, плохие данные, да, когда их нет. Ну, то есть, как бы, качество не очень, прям вообще не сильно. Доступность, да, то есть мы не имеем возможности получить информацию, которая нам нужна для анализа. Ну, то есть это банально звучит, но в реальности, когда у тебя есть, там, грубо говоря, 60% данных для решения задачи, а 40% отсутствуют, ты вот прям весь заблокированный, не можешь никак это дело решить. Про релевантность, на самом деле, тоже это классное слово с широким значением, но здесь имеется в виду, что мы действительно хорошо себе представляем ту задачу, которую пытаемся решить, и данные, примененные, да, для решения этой задачи, они могут быть использованы, они корректны, да, то есть они по теме, они описывают именно тот процесс, именно тот феномен, который мы с вами пытаемся исследовать. Ну, как бы, действительно, опять же, банальность, но если мы пытаемся оценить степень, ну, я не знаю, даже, допустим, численность сотрудников по различным разрезам мы пытаемся оценить с помощью турникетной системы и данных с нее, да, о том, как сотрудники шлепают карточками на входе, ну, это, как бы, вообще ни разу не про релевантность, потому что кто-то заболел, кто-то в отпуске, кто-то прогулял, и точной информации при оценке именно тотальной численности компании мы таким образом не получим. То есть это вот как раз история про то, что данные характера анализа не соответствуют. Неспроста я упоминаю этот, как бы, критерий здесь, просто потому что все растет из реальной практики и из бизнеса. К вам может вломиться стейкхолдер, заказчик отчета, который скажет, ой, вот у меня есть такой датасет, я хочу получить ответ на такой вопрос. И вот здесь качество, которое, собственно, да, аналитический подход, который свойственен, я надеюсь, присутствующим здесь действующим и будущим аналитикам, это возможность сопоставить входящий сигнал с желаемым и входящим и задать правильные вопросы заказчику и не побояться ответить, что мне так не пойдет, да, данные нерелевантны, мы с этим делом каши не сварим. Тут можно сделать небольшое лирическое отступление в сторону на тему того, как, в принципе, задавать эти вопросы, как фиксировать ответы, но я боюсь, что это может получиться очень долгое лирическое отступление, поэтому я вас просто приглашу на следующий открытый урок про сбор требований. Вот, мы про него еще поговорим сегодня, чуть позже, про даты явки пароля, но на самом деле на страничке курса вы его тоже, анонс, сможете найти. Своевременность – это история о том, чтобы, опять же, у аналитика была физическая возможность закончить работу к тому сроку, который выставляется на старте. Как вы понимаете, когда, ну, в нашем замечательном мире, когда стрессоустойчивость – это самый главный скилл резюме, когда всем надо позавчера и желательно совсем красиво, ну, это довольно такой немножко мифический критерий, но тем не менее, то есть все зависит от того, как отстроены процессы в компании и насколько, опять же, есть возможность дать свою оценку и дать понять, что работа невозможна к выполнению в заданный срок. Может быть, сделана только какая-то ее часть, но, опять же, да, возможно, эта часть будет окей для вопрошающего и все разойдутся мирно. В целом, эти три критерия, да, синие, они, наверное, больше не про факт, когда вы в настоящем, а прямо сейчас разговариваете с спекхолдером, да, с заказчиком отчета, а про планирование получения данных, когда только-только надо настроить какой-то поток. То есть вот здесь стоит подумать о том, чтобы все было вовремя, в наличии и по теме. То есть это про наши с вами, скажем так, бизнес-критерии оценки качества данных. Если говорить про оранжевую часть, мы это сегодня поразбираем чуточку более подробно, но с точки зрения каких-то примеров, да, на штуку по примеру, в целом, если есть какие-то противоречия в данных, да, критерии непротиворечивости, ну, то есть условно, у вас есть поле с городом и у вас есть поле со страной, и вы на строке напротив страны России видите какие-нибудь уругвайские города. То есть это история про такие, ну, это некоторый микс между противоречивостью, некоторый микс из непротиворечивости и взаимосвязанности, когда мы с точки зрения здравого смысла либо с точки зрения каких-то объективных знаний о мире ожидаем, что вот эти поля должны быть согласованы, ну, здесь все про адреса, здесь все про какие-то, ну, ответы на опросы, допустим, да, когда мы задаем один вопрос, он порождает цепочку других вопросов. То есть вот это все сюда. Взаимосвязанность, в принципе, да, это точно так же, то есть если мы ожидаем, что внутри конкретного района должен быть конкретный пул адресов или индексов, то если будет что-то не так, то мы должны об этом узнать, желательно до начала построения какой-нибудь карты визуализации, потому что иначе нарисуется совершенно не то, что мы ожидали. Если говорить про однозначности, точность, да, то есть это тоже такая интересная пара своего рода, мы должны хорошо знать, что значит информация в каждом поле, да, то есть как она была получена, если это ответ на какой-то вопрос инкеты, то это ответ на конкретный вопрос, если это возраст, да, то мы, опять же, видим, что да, в поле возраст, не отсчет лет просто от Рождества Христова. Если мы ожидаем, что там, условно говоря, сумма, ну, допустим, опять же, расходов по определенной строке, она включает в себя все косты, то она включает в себя все косты. Иначе можно просто банально прийти к каким-то неверным выводам на пути, да, это вот, опять же, небольшой референс в сторону к вопросу про описание ваших датасетов. Иногда они есть, иногда чаще их нет, но если очень, да, если вы впервые работаете с каким-то датасетом, прям полезно для себя, просто для себя зафиксировать ключевой смысл каждого конкретного поля, да, особенно там, где, возможно, неоднозначная трактовка, просто для того, чтобы, опять же, иметь возможность вернуться к этой шпаргалочке и дальше двигаться уже с полным пониманием о том, на что мы с вами смотрим. Ну, в целом, как бы, история про точность – это философский вопрос, потому что, естественно, если мы работаем с какой-то выборкой, да, мы всегда неполную картину видим. Если речь идет про такие объективные штуки, как, да, там, условные продажи, технические параметры производства, логистика, все что угодно, ну, здесь мы можем рассчитывать на точность данных при условии, что не было никаких технических сбоев, не было никаких человеческих факторов по пути, но, опять же, если вдруг, да, у вас в поле про температуру на складах внезапно появляется плюс 90 градусов Цельсия – это вопрос на тему точности и вопрос к тому, что пошло не так, да, то есть обратите внимание на какие-то неточные данные вы сможете, ну, и сегодня мы посмотрим, какими инструментальными методами вы можете к этому подобраться. Ну, и полнота, как, в целом, наверное, один из важнейших критериев. В целом, кроме того, что, окей, мы точно видим, что у нас конкретное значение в полях, вроде как все точно, но есть какие-то отверстия в датасете, да, то есть просто пустые ячейки в таблице, пустое поле в датасете, вот это все, на это все тоже стоит обращать внимание, просто потому что, опять же, иначе вам может не охватить информации для того, чтобы ответить на вопрос правильный. Именно поэтому то, о чем мы с вами сегодня говорим, да, исследовательский анализ данных, как правило, предшествует постановке окончательных гипотез, которые вы будете доказывать, тире опровергать. Именно потому что исследовательский анализ данных позволяет лучше нащупать формулировку вопроса, который стоит задавать. На старте это может быть один общий вопрос, чаще всего это вопросы, давайте сделаем хорошо, построим красивый отчет, докажем, что прибыль компании растет, потому что мы молодцы. Ну и, естественно, для каких-то конкретных выводов задаваемые на старте вопросы тоже должны быть максимально конкретными, иначе, ну, про какое ТЗ, да, результат ХЗ все мы с вами знаем. Давайте представим, что у нас впервые появился какой-то датасет. Я, на самом деле, при создании этой презентации поступила именно так, то есть я схватила первый понравившийся достаточно большой датасет на ресурсе Kaggle и попыталась его подвергнуть, собственно, всем тем операциям, которые мы с вами только что проговорили. Ну, с оговорками о том, что вроде как какой-то конкретной задачи у меня не было, только один очень примерный вопрос, и в целом никто над душой не стоял конкретных дедлайнов, не пытался предъявить, да, то есть довольно-таки лабораторные условия. Но, тем не менее, когда ты впервые видишь таблицу, ты видишь таблицу, то есть как бы никаких чудес на происходит, с ней нужно что-то потом поделать, каким-то образом ее подвергнуть тестам. На самом деле, даже если, да, банально, вы просто посмотрите на то, что за типы данных у вас представлены, да, посчитаете базовые писательные статистики по числовым полям и оцените, насколько это все выглядит адекватно, ну, что называется, да, со статистика птичьего полета, это уже прекрасно, но это не все. По сути, самый-самый базовый исследовательский анализ данных, да, и самую базовую статистику про датасет можно посчитать и без применения какого-то специального софта на банальном Excel, через просто выставить фильтр на строчку с заголовком, понажимать на каждый фильтр и посмотреть, что там в поле есть. То есть это уже тот конкретный самый первый шаг, который, ну, наверняка все просто интуитивно делали. Если мы с вами обратимся к тому же ресурсу Kaggle, с которого снят скрин, представленный на слайде, там был датасетик про загруженность аэропортов. И вот обратите внимание, это своего рода какой-то уже некоторый отраслевой стандарт, то есть, как правило, название поля, комментарий, который позволяет понять лучше, да, то есть вот то самое описание про смысл, насколько однозначно мы воспринимаем поле в момент времени и значения, которые попадают внутрь. То есть мы можем увидеть, что в списке аэропортов у нас, в списке локаций аэропорта 50 уникальных значений. Кодов столько же прекрасно, потому что, в общем-то, локация аэропорта должна строго соответствовать его коду. Мы видим, что есть какие-то определенные страны, представленные примерно в такой доле, есть количество пассажиров, которые эти самые аэропорты посетили и так далее. То есть вот через такую небольшую сводную табличку с базовой визуализацией мы уже поняли о датасете, ну, я уверена, да, опять же, гораздо больше, чем если бы мы просто открыли таблицу в Excel, посмотрели на это все и так, ну окей. Ну, то есть даже если бы я поставила фильтр на Country Name, пофильтровала, я бы увидела, что там 20 стран. Насколько там хорошо или плохо представлены какие-то, да, конкретные страны, было бы уже, это было бы уже трудновато сделать. Как это решать через Excel? Да, ну, собственно, строить столько сводных табличек, сколько у вас есть полей. Это, на самом деле, может прозвучать немножко грустно, но в ситуации, когда все ограничено именно Excel и других инструментов под рукой нет, ну, вполне себе можно. Желающие, умеющие работать с Python вполне уже начали представлять, да, наверняка, те библиотеки, которые позволят это дело все нарисовать красиво, графически и, опять же, ответить на вопросы, которые мы здесь с вами позиционируем. Есть варианты решать это дело все через визуальный исследовательский анализ. Собственно, мой подход при подготовке скринов к сегодняшней презе был именно таким. Но, на самом деле, опять же, оговорюсь, практически те же самые картинки можно было бы получить и Excel на и через код. То есть, в общем-то, здесь, может быть, разнилось бы время, да, которое требуется на подготовку этих замечательных примеров. Итак, у нас с вами есть сегодня на столе датасет с тенами на квартиры в Москве. И, на самом деле, в презе, которая доезжает у нас, как правило, через некоторое время, да, после окончания вебинара, я боюсь соврать, но, мне кажется, на следующий день, вы сможете даже клацнуть на него, посмотреть, перейти, поработать с ним самостоятельно. Наша задача звучит достаточно общо – исследовать стоимость квартир в конкретном районе. Ну, собственно, чуть дальше станет понятно, почему мы говорим про конкретный район, но здесь я просто предлагаю познакомиться с данными поближе. Если как коннектить нашу с вами CSL-шечку к любому тулу визуализации, в данном случае табло, мы, как правило, получаем на входе обзор этого самого датасета. И, собственно, мы здесь видим, да, тип поля, то есть это вот визуальная кодировка типов полей, название этого поля и то место, откуда они пришли. Ну, то есть нас с вами интересуют, по большому счету, две колоночки, которые здесь представлены. Если говорить про визуальную кодировку типов полей, опять же, очень много где это все дело повторяется. То есть мы узнаем из тысячи ABC, который говорит нам про текстовое поле. Да, мы, как правило, везде, где тут происходит с числами, неважно, целые, дробные и так далее, это дело все про число. Но если бы был какой-нибудь датасет с периодами, да, с хроникой, с таймлайном, то были бы еще календарные значки, да, говорящие нам о том, что есть дата, есть время, есть какие-то еще вот эти прекрасные штуки и так далее. То есть геоизмерения, много чего тут может быть, но нам с вами достаточно на старте понять, что у нас есть набор полей про конкретную задачку. Мы знаем, что есть идентификатор строки. В данном случае строка – это конкретное объявление с его параметрами. Есть станция метро ближайшая. Собственно, цена – количество минуты в пути до метро. Вы, по-моему, это, если память не изменяет, это на чем будем до метро добираться, да, ножками или на машине, или на автобусе, что-то типа того. Ну, кстати, будет повод дополнительно на поле посмотреть. Представлены ли объявления от собственника, от девелопера, да, который застройщик, или от риэлтора, и так далее, да, дальше следуют уже какие-то характеристики непосредственно помещения, которые выставлены на продажу. Собственно, с этим с вами мы сейчас будем более прицельно работать. Да, ну, напоминаю, да, задачка у нас с вами про стоимость. Мы хотим понять, что происходит, и оценить качество датасета на этом примере. Так, я сейчас гляну в чатик. Я вижу, что здесь есть вопрос от Николая о том, есть ли количество записей в датасете миллиона. Ну, бывают и миллиарды, и бывает такое, что твой датасет не влезает в твое ДВХ, ну, то есть в твое хранилище данных. Собственно, такого рода задачки, да, конечно, приходится решать. Но на самом деле, если у вас большой датасет, то тут надо подумать о том, чтобы его изучать как раз-таки либо через какое-нибудь биорешение, либо через какой-нибудь Python, прости господи, либо через загрузку в, опять же, хранилище, в СУБД, и через решение тех же самых задач сиквелом, через написание запроса. Все это можно, ну, просто потому, что Excel такое, конечно, не сможет. Вот. Ну, а подключить файличек к либо BI-Tool, либо залить его в какую-нибудь бесплатную свободу, типа MySQL, либо прицепить к Google Коллабу, ну, да, или, собственно, Юпитеру. Я думаю, что это, в принципе, задачки не из разряда Rocket Science, так что я бы здесь просто рекомендовала более эффективно использующие ресурсы, инструменты, да, сори за длинную фразу. Ну, в общем, что-то, что позволит вам не ждать годами, пока это дело все отработает. Ага, да, спасибо за детали. Доступ, ух, прикольно. Данные на госсайте, доступ через API, интересно несколько таблиц, в паре из них 500 тысяч записей. Ну, прекрасно. Ну, там прям все масштабно происходит. Ну, это звучит как история про парсинг, и все-таки как, ну, других вариантов, кроме Python, здесь я не вижу. Но, на вскидку, я не скажу, чего бы тут посоветовать именно с точки зрения конкретного инструментария. Но спасибо за вопрос. Походу, буду фоном думать. Если что-то придумаю, еще в конце про это поговорим. Давайте так. Так, окей, далее. Далее мы с вами смотрим на эти самые поля и значения, да, возвращаясь к нашему ботасоту про квартиры. И это базовая превьюшка с сайта, да, с исходной точки хранения файла, где мы уже получаем какие-то, ну, скажем так, дополнительные сведения о том, что происходит с полями. Сейчас я немножечко мыши верну. Собственно, мы видим, что внутри полей про метро есть очень интересное что-то происходящее, особенно количество разного рода значений, да, обратите внимание. Если в Москве появится 50 тысяч вариантов станции метро, мне кажется, что это будет всероссийская сеть, ну, то есть, как бы, это первый вопрос, который может появиться в рамках нашего с вами, да, исследовательского анализа, отчеток много. Вот. Дальше мы видим что-то про что-то, что происходит с ценой. Обратите внимание на разброс, да, то есть у нас с вами от 105 тысяч до, ну, прям достаточно приличного числа. То есть, ну, фактически от тысяч до миллиардов – это тоже очень интересный разброс, который требует некоторых раскопок. Но в целом здесь, если, в принципе, да, весь датасет подвергать какому-то прям конкретному такому препарированию, можно еще больше примеров найти, чем тот, который, опять же, я наковыряла сегодня для нашего вебинара. Если мы говорим, что еще, да, здесь может показаться, ну, таким непонятным именно на этапе стартового обзора полей. Ну, вроде как просто есть какие-то категориальные описания, что, ну, путь – это либо на транспорте, да, это все-таки был условный автобус с лошлищной авто. Насколько я помню, да, в объявлениях в книжке не делается большая разница на этот счет. Считается, что на колесах, значит, плюс-минус так. Пешком, ну, здесь все понятно. Как бы кто провайдер, там, в принципе, тоже стоит посмотреть, но там есть какой-то дикий набор кастомных значений. Кажется, ну, их всего 8%. То есть, как бы это дает нам, опять же, возможность предполагать, делать некоторую скидку на то, что в первую очередь мы туда копать не пойдем. Числовые показатели все выглядят очень одинаково, да. То есть здесь, в принципе, вот эти графички – это распределение значений по их частоте. Вот, соответственно, ну, фи-перцент где-то в районе нуля одним сплошным забором – это может означать две вещи. Либо там реально плоский процент, либо там вообще все по нулям, да. То есть это тоже плюс один нюанс, куда стоит посмотреть. Просмотры, этажи, ну, конкретный этаж, этаж, здание, количество комнат, вся вот эта красота. Ну, то есть мы видим что-то, но составить впечатление о том, насколько адекватно из таких миниатюр мы, конечно, не можем. Соответственно, здесь мы, наверное, можем дещо, да, в качестве дополнительной проверки убедиться в том, что, по крайней мере, тип поля, да, который мы с вами видим, он действительно такой. То есть станции метро забиты текстом, цена числовая, она построилась, значит, числовая, все хорошо. Но для того, чтобы как-то дальше с этим поработать, нам нужно уже брать лопату и копать, да, в конкретном направлении. И я предлагаю нам с вами посмотреть на цену, поскольку, да, возвращаясь к задачке, мы собираемся, собственно, исследовать стоимость. Вот, и первое, что, как правило, приходит в голову, ну, окей, наверняка с районами что-то будет, районы будут повлиять на цену. Вот, поэтому для чистоты эксперимента в нашем с вами примере остался только один район, и мы по нему рисуем разброс цен. Что происходит, да, то есть мы берем все имеющиеся объявления, раскладываем их вот так по оси, и от меньшего к большему можем наблюдать точечку, соответствующую каждому конкретному объявлению. Плотность и цвет здесь говорят нам о том, что концентрация большая, но по факту это не очень удобно, да, то есть это какой-то первый шаг, но дальше нам хочется в этом поразбираться поподробнее. Допустим, вот эта зона, да, то есть она уже выглядит, ну, интересно, да, как минимум хочется посмотреть на это со всех сторон и попробовать это понять, это правда, это неправда, да, то есть нам нужно это учитывать в рамках нашего анализа или это какие-то ошибки, да, то есть вот тот вопрос, который сейчас можно взять, положить в голову и продолжать его пока что думать. Естественно, мы уже поняли, что с равномерностью, ну, все как-то не очень, да, как еще мы можем это понять? Мы можем посчитать базовые описательные статистики, вы можете это дело все наблюдать вот здесь, да, в правом нижнем углу, то есть мы смотрим на минимум-максимум, которые представлены в рамках нашей выборки, мы считаем среднее медиану, да, к примеру, и мы считаем, сколько записей у нас, в принципе, всего с вами там есть. Вот, соответственно, обратите внимание на разлет между минимум-максимум, да, то есть мы с вами имеем дело с необрезанными ценами в рублях, то есть от 8,5 миллионов практически до прям вот какой-то истории про запуск в космос. Очевидно, собственный космодром, я не знаю, ну, то есть как бы это история о том, что у нас вот тут представлено графически, вот это вот красота. Опять же, тот факт, что средняя и медиана, да, то есть, ну, средняя как средняя, арифметическая и медиана как порог половины всех значений отсортированных от меньшего к большему, их разность значительная говорит нам о том, что что-то там вот прям происходит внутри с точки зрения равномерности распределения, поэтому нам хочется занорнуть поглубже. И вот здесь мы с вами группируем цены, берем и складываем цены в какие-то корзиночки, да, то есть вот таким вот образом мы даем себе возможность посмотреть на частотность показателя и понять, насколько у нас, в принципе, распределение выглядит адекватным, да, я не буду здесь прям заныривать в атмосферу нормальности распределения, да, потому что это ровно тоже, ну, тоже принципиально отдельная тема, но только скажу, что если вдруг вы сейчас чувствуете себя неуверенно, слушая про вот эти все средние и медианы распределения, в рамках курса мы выделили под это освежение базовой статистики и отдельный урок, вот, так что если вдруг трудно сейчас сходу вспрыгнуть в тему, а что ж такое нормальное, а как это все считать, это все будет, вот, то есть как бы здесь можно не переживать. Возвращаясь к нашей с вами задачке, вы видите, что, в общем-то, большая часть объявлений, да, концентрируется вот тут, в районе 20 миллионов, ну, как бы, наше среднее было там 24, 24, оно позволяет поверить в то, что картинка true. И фактически вот здесь мы видим длинный-длинный хвост, обратите внимание, опять же, некоторые корзинки, они пусты, то есть просто не нашлось цен, которые можно было бы сгруппировать в эти области. Это тоже важная для нас информация о том, действительно ли, ну, значение нормальное, то есть, опять же, вот этот хвост мы продолжаем подозревать по-прежнему, просто потому, что до этого все шло ровненько, да, то есть, видимо, в зависимости от каких-то критериев цены возрастали, и тут дыра-дыра, потом пара штук, потом опять большое отверстие, потом опять какой-то разгрос, ну, то есть что-то там происходит подозрительно. Продолжаем подозревать, ничего не знаю про это. Пока что это так. Наверное, самый универсальный метод, да, как посмотреть на поле, особенно на поле числовое, это, собственно, гистограмма с частотностью, ну, опять же, здесь размер групп может быть и единицей, да, вашего поля, сейчас мы в этом с вами убедимся, вот, но по факту трудно представить себе что-то более эффективное, как бы банально, опять же, это не звучало. Ну, давайте двигаться дальше. Если мы с вами вот прям на секунду сейчас посмотрим снова на список полей и предположим, то есть что еще может повлиять на цену. Давайте вот прям ответы в чатик. Я озвучу на случай, если видно плоховато, потому что что-то мне кажется, что скрин все-таки меньше, чем хотелось бы. Шеринги может блюрить. Вот, поэтому у нас есть идентификатор строки, станция метро, цена, время в пути, до метро путь, до метро каким методом пойдем, ножками или поедем. Тот, кто является, да, продавцом в объявлении, комиссия риэлторская, если я помню правильно, количество просмотров объявления, этаж, количество, ну, этаж, на котором расположена квартира, количество этажей в здании, количество комнат, площадь общая, площадь жилая и площадь кухни. Две минуты медитации. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие поля мы бы хотели с вами дальше поковырять первыми? Ага, площадь, количество комнат метро. Спасибо, Андрей. Цена за квадрат, да, прекрасно. Это уже как раз расчетная метрика, которую мы бы могли здесь добавить. Угу, супер. Спасибо, Татьяна. Ага. Да, кстати, общая сводная характеристика – это тоже классная идея в том смысле, что можно было бы придумать какой-нибудь действительно индекс, который бы позволил нам оценить одним числом степень крутизны той или иной квартиры. Задачка не то чтобы простая, да, потому что в целом подходить, ну, можно по-разному подходить к значимости этих критериев. Но, в принципе, да, как вариант тоже я бы это точно планировала в рамках анализа провернуть. Но, как мы с вами видим, есть некоторые лидеры в имеющихся ответах. Это прекрасно. И, собственно, смотреть, да, то есть, как правило, опять же, при размышлениях о том, а как же нам, в общем-то, с чем нам сопоставлять цены на квартиры, первым приходит в голову размер. Вот. Про, почему я, собственно, сказала, да, про районы. Мы, как бы, ну, именно географическую составляющую вырубили сразу. Удаленность от метро, в принципе, тоже, да. Вот. Но, как бы, даже если мы с вами начнем с самого простого, да, то есть с физической характеристики квартиры как объекта, мы с вами здесь можем поковырять в площадь и в комнатность. И вот здесь происходят снова две гистограммы, да. Если вдруг видите здесь сейчас что-то странное на картинках, вот прям пишите, не стесняйтесь. Я спалила ответ. Вот. Но если вдруг все-таки вы не успели посмотреть и увидите что-то странное, пишите, не стесняйтесь. Я пока просто прокомментирую, да. То есть здесь, в общем-то, происходит все то же, что у нас было с вами при работе с ценой. Мы берем какие-то, мы определяем какой-то размер групп, да, для групп, для корзиночек и строим гистограммы. То есть здесь можно сразу сходу выхватить интересные какие-то наблюдения о том, что в целом большинство квартир в нашей выборке – это, скорее всего, однушки, да, с учетом того, что здесь площадь в пределах. Ну, тут, может быть, конечно, опять же, в нашем современном мире нет больше ничего однозначно определенного, но вот этот вот диапазон, ну, больший, наибольший, да, опять же, процент, то ли, попадает в диапазон 40-80. Все остальное размазано где-то по краям. То есть, в принципе, если построить корзинки с размерностью 10, 20, 30, допустим, да, можно получить распределение более, ну, такое, ребристое, но имеет ли это смысл, да, учитывая то, что до определенного момента каких-то объектов меньше 30 найти было прям очень тяжело, да, это дух времени, вот эти вот все студии по 19 квадратов, вот, и это имеет смысл для нас с точки зрения, опять же, содержания, того, чего мы анализируем. Да, то есть вот от 40 до 80, опять же, если отмотать назад, то там может быть куча вариантов, поэтому, в принципе, туда заезжает интересное. Но, окей, допустим, с площадью мы плюс-минус разобрались, то есть мы можем с вами, даже если мы поменяем размер корзинки на 30, ну, таким образом мы лучше сегментируем, скорее всего, комнатность предположительную. Но, кстати, если у нас с вами время останется, мы это в прямом эфире попробуем провернуть, потому что, как бы, тестовый отчетик с этими всеми упражнениями я сохранила у меня под рукой. Окей, про комнатность, я думаю, не прибавить, не отнять, но здесь очень интересно, да, вот эта картина здесь довольно равномерно выглядит, но, как бы, присутствие в нашем сайте объектов с 8 комнатами заставляет, опять же, поразмыслить вечно. Ну, я думаю, что, опять же, да, все заметили вот такую прекрасную историю. Во-первых, у нас есть нулевая площадь. Это повод поковырять там, что внутри происходит. Там действительно все по нулям или там какие-то, правда, свеженькие маленькие объектики, которые вписываются в меньше 40. Такое может быть, ну, просто потому что оно существует в реальности, да, но это повод обратить внимание на первый кусок нашей гистограммы. С комнатами тоже вопрос, да, у нас в первую вот эту строку, в первую корзину, да, в первую группу с нулами попало аж 250, собственно, объектов, и это практически половина. Если вы помните, у нас 566, кажется, объявление попало в выборку. Это очень много, да, то есть, опять же, вопрос, это все студии, или это все какие-то пропуски, да, или чего нам с этим всем по итогу делать. Уже пара вещей, которые мы с вами нашли, просто построив частотность по двум полям. Как бы уже прекрасно, уже хорошо, едем дальше. На самом деле, если мы будем добавлять в это, ну, наращивать, да, добавлять переменные к исследованию, мы там много еще интересных моментов можем наковырять, но просто чтобы, опять же, мы с вами остались в тайминге и успели про методы решения поговорить. Я, с вашего позволения, останусь на этом уровне. Но мне хочется пересечь эти две штуки между собой, потому что уже здесь мы можем найти какие-то интересные, наковырять интересных наблюдений, да. То есть, что мы с вами видим? Диаграмма разброса, она же скатерплод, она же прекрасная, ну, прекраснейший инструмент для того, чтобы нащупывать отношения между двумя числовыми показателями. И здесь мы можем искать какие-то тренды поведения, да, здесь мы можем видеть, что вот этот замечательный цветастый хвост, ну, это, опять же, точки нашего дальнейшего исследования. То есть, мы уже находим конкретное пересечение двух метрик, которые мы можем в дата-сете зафильтровать и посмотреть, это правда или заподозрить это дело как выброс, да, то есть какие-то данные, которые, я не знаю, лишний нолик, да, условно, либо что-то еще, то есть вот это все способ, как мы это дело можем найти. Цветом здесь покрашена комнатность для того, чтобы, опять же, да, третье измерение сюда докинуть дополнительно для референса, и вот тут можно обратить внимание на вот эту вот интересную вещь, да, 8, обратите внимание, 8, обратите внимание на площадь, площадь в районе 50, вот это прям объект, я бы на такое посмотрела, честно, возможно, Кота-отель, вот, но, тем не менее, то есть, как бы, насколько бы времени нам потребовалось для того, чтобы найти вот это пересечение без такого упражнения, это очень хороший вопрос, так мы его сразу видим наглядно. Вот к этому, собственно, да, представителю, экземпляру, не побоюсь этого слова, вопросов у меня, пожалуй, меньше, потому что, ну, как бы, соотнести розовый цвет с метражом и ценой, в принципе, можно, но все равно стоит проверить, просто потому что он один от поля, ну, естественно, что, да, при таких параметрах это вполне может быть true, но вот эти все ребятки, да, с меньшим количеством, ну, с меньшей размерностью, но с большей ценой, они вызывают вопросы, ну, и, в принципе, все, что вот в этой зоне находится. Вот этот плотный, вот эта плотная толпа, она, скорее всего, нормальна, и здесь мы с вами можем наблюдать, опять же, степень, да, роста, ну, не то чтобы прям степень, но роста цены при росте комнатности, да, обратите внимание, пыталась цвет сделать немножко градиентным, да, таким, то есть от синего к зеленому у нас количество комнат растет, и по факту, находясь на одной и той же линии, ценник прям вот ползет, ну, то есть тут уже даже близость к метро, то есть даже если квартира прямо в метро, вот, вот такой прыжок цен, его довольно трудно обосновать, ну, вопрос к притязаниям, ожиданиям и чему-то еще, то есть, ну, вот это вот способ, да, опять же, как мы можем наковырять что-то подозрительное. Вот эта вот банда в районе нуля по площади, это, собственно, те самые наши подозреваемые, да, которые все-таки попали после, ну, вот временной фильтрации неопределенщиков, все равно они попали в расчет, да, то есть они где-то там в районе ненулевых значений по комнатности площади находятся, но все равно тут есть все, весь набор вплоть до четырех, наверное, но при этом у них какая-то маленькая площадь, то есть, ну, опять же, вопрос к тому, что можем ли мы, правда, продолжать пользоваться полем, площадь или нет. Ну, и также с комнатностью, также, ну, надеюсь, что цена все-таки в объявлениях про недвижку, она меньше врет, чем все остальное. Да, насчет квартиры со слитками золота, да, я хотела где-то на одном из предыдущих слайдов, шутка, ну, и что еще на цену квартиры, в принципе, может повлиять присутствие в бабушке-графине, да, в анамнезе, вот, ну, в принципе, почему нет. Вот эта вся красота, да, которую мы с вами смогли нащупать просто глядя на один график, уже целый список пунктов, которые стоит проверять при дальнейшей работе с табасетом, и это в целом прекрасно. Да, то есть вот тут уже есть несколько вариантов интерпретации, которые, собственно, мы с вами видим, да, которые появляются в чате, вот, да, прекрасно, то есть уже мысль пошла, и мы таким образом получаем план дальнейших действий. Как это все выглядело, ну, с точки зрения, ну, коннекта в каком-то биотуле, да, опять же, тот же самый табло, табло-преп, есть возможность, в принципе, сразу на моменте подключения датасета увидеть то, что мы не увидели в кегле, ну, то есть на первых скринах, да, которые мы смотрели. Вот эти замечательные нуловые комнаты, вот это замечательные, ну, тут еще нулевой этаж есть, собственно, нулевая этажность прекрасна. Там группировка тоже, конечно, может быть немножко хаотичной, но сходу здесь видно несколько вот этих вот ноликов, которые нам не показали в первой серии, да, то есть это к вопросу о том, что при применении инструментов визуализационных либо, да, там, кода можно себе времечко сэкономить. Примерно как-то так. Теперь давайте немножечко отвлечемся от наших квартир, мы к ним еще вернемся, но хочется как-то это все дело чуть-чуть структурировать, систематизировать и поговорить про, что делать-то, да, дальше с этим всем. Ну, опять же, естественно, что конкретное решение о том, чем заменять, удалять, не удалять, вот это все будет приниматься в бою в реальности с учетом всех тех критериев, которые влияют на ваш бизнес-кейс. Но я, наверное, здесь хочу просто призвать относиться к анализу данных и конкретной предварительной обработке данных, как к обработке фото в графическом редакторе, например, да. То есть в целом мы все равно для получения лучшей картинки крутим какие-то параметры, что-то тюним, мы делаем картинку лучше. Но при этом мы должны оставаться, если, да, это не художественная выставка, условно говоря, если это все-таки про некоторый реализм, мы стараемся сохранить картинку близкой к реальности. Да, где-то что-то поменяется, но, как правило, искажения тотального изображения не происходят. Собственно, с предобработкой данных ровно то же самое. Вы стараетесь максимально подготовить данные для анализа, выжать максимум в пользу из тех полей, которые у вас есть, но при этом не сломать внутри ничего, потому что, ну, как бы что-то пошло не так, неверно проанализированное, неверно отличный вопрос, неверно принятое решение, потеря, ужас от Израиля, вот это все. Ну, то есть как бы это то, чего стоит избегать, но в целом идея, я думаю, понятна. В целом, когда мы с вами покрутили датасет, нашли какие-то косяки, их можно систематизировать как шумы, выбросы, как отсутствующее значение, как дубли и как дальнейшее преобразование данных для решения каких-то уже более прикладных задач для цели машинного обучения и так далее. Нормализация сюда, в частности, как один из способов привести разнопорядковые данные к одинаковому виду. Ну, не то что к одинаковому, даже неправильно, к наиболее релевантному для метода анализа виду. Я бы сказала так. Соответственно, первое, с чем мы с вами поработали, то есть мы посмотрели на поля. У нас все-таки лабораторный датасет, я прям не стала ломать его сильно, ну, просто чтобы, опять же, эксперимент был честным, ничего не меняем, только фильтруем. Вот, поэтому здесь ограничимся просто вот таким примером. То есть те поля, которые могут быть расценены как нерелевантные. Вдруг почему-то все значения в поле одинаковые, все значения в поле ошибочные, такое тоже бывает. Ну, то есть вот возвращаемся, да, к нашему градуснику и к температуре, превышающей точку кипения, в ситуации, когда у нас как бы склад. И это его, ну, вроде как характеристика, да, температура складского помещения. Вот, то есть здесь можно что-то такое найти. Может оказаться так, что в поле названия у вас будет ссылали на все, и тексты, числа, и все на свете. И, скорее всего, там, преобразовать это будет нельзя, как-то использовать в рамках анализа тоже нельзя. Ну, и поля с большим количеством пустых либо неопределенных значений мы с вами тоже пронаблюдали в какой-то мере, да, в нашем примере. И здесь, ну, не прибавить, не отнять. Если с нулами, ну, когда это таблица из СУБД, да, и мы считаем обязательные статистики, нулы по-частному игнорируются, ну, как бы это может, по крайней мере, ничего не поломать. В случае с NA и всеми другими вариантами, когда отсутствующее значение тупо заполняется текстовой заглушкой, ну, если оно окружено числами, то, как бы, вам предстоит это дело менять, да, опять же, строчкой кода, либо автозаменной в Excel, либо любым другим способом, как, собственно, превратить текст хотя бы в пустоту, да, ну, как бы автозамену, неважно где, опять же, через SQL, через Excel, на ничто никто не отменял, она спасла очень много жизней и многих аналитиков. Самое противное, это когда в числовом поле встречаются нули, но это неправда ноль. То есть когда это, ну, как бы вот то же самое объявление, да, где мы наблюдаем нулевую площадь, ну, то есть это как бы неправда, то есть это то значение, которое сломает нам среднее, потому что оно есть, оно не пустое, но при этом мы, ну, опять же, не посмотрев на частотность, мы могли его не заметить. То есть, ну, вот это явный кандидат на удаление. В целом, мне кажется, что, ну, с нерелевантными полями все довольно очевидно, но когда мы с вами начинаем работать уже с полнотой, и когда мы начинаем тестировать наши поля на предмет наличия, да, как бы пустых значений построчных, непустых значений построчных, мы, кроме того, что их посчитаем, мы должны попытаться выяснить причины их появления. Возвращаясь к нашему примеру, да, то есть немножко перерезанная, перерисованная и подрезанная версия диаграммы, которую мы видели раньше. Это комнатность, это площадь. То есть, смотрите, да, у нас с нулами по комнатности те самые 250, и мы здесь с вами задаемся вопросом, это чего? Это студии, у которых, ну, правда, по-честному, вроде как не одна комната, их нельзя классифицировать таким образом. Либо это квартиры, где комнаты на самом деле было много, но просто в объявлении это не было указано. Допустим, да, то есть вот в зависимости от того, что будет, вы можете принять решение, чем это дело заполнять. Оставить нулом, да, и таким образом просто считать, что это как бы true, и вам удобно это видеть в отчете. Сделать студии ноль комнатными, допустим, да, 0,5, почему нет. Но в целом в рамках конкретного примера большой критичности здесь нет. Главное понять, есть ли в этой выборке те, кого надо каким-то образом восполнить. И тогда начнутся танцы с бубнами на тему, а давайте попытаемся примерно определить комнатность по площади или не будем, да. То есть, ну вот, решение здесь зависит от конкретно вашего подхода к анализу и что с чем вы в дальнейшем планируете сравнивать. Иногда это может быть история про строго убираем все то, что не определилось по комнатности и знали. Такое может быть. Иногда мы будем пытаться, да, посчитать, собственно, примерно определить среднюю, примерно определить комнатность по средней площади. Такое тоже может быть. Во втором примере, ну, вернее, да, про нашу площадность, назовем это так, я уже, я порезала по критерию меньше 10 квадратов вот этот бар. Таким образом, чтобы проверить, там только нулевые ребята или нет. И как вы видите, ну, я надеюсь, что вы видите эту маленькую серенькую полосочку, собственно, вот она говорит про то, что там что-то в 30+, все-таки, ну, 10+, даже есть, и это представляет для нас полезность. То, что с нулями, скорее всего, не указанное в объявлении 2, ну, и опять же, здесь мы можем принимать решение вот таким вот, принимать решение о вот таких вот вариантах обработки, да, среднее по полю, максимум и так далее. Но тут, в общем-то, прям, опять же, вот тому, как именно философски подойти к ответу на вопрос, что именно мы будем делать в этой ситуации, более безопасный вариант, если объемы датасета позволяют, да, если от удаления вы не теряете половину данных, все-таки неопределенности чаще всего удаляют, чем заполняют. Все-таки, ежели данных немного, или вы понимаете, что нет, без этой фичи, без этого поля вообще все сломается, ну, тогда смотреть, насколько ваше среднее, например, да, не исказит общую картину, ну, ровно потому, что мы через добавление кучи средних, само среднее фактически не шатаем. Вот, но это может вылезти в других местах, но про это тоже можно, на самом деле, говорить бесконечно. Окей, с дублями я тоже, думаю, все понятно. Ну, спасибо варианта оценки дублей. Ну, в Excel есть прям чудесная кнопочка, да, про дубля. И если вы хотите оценить, сделать поиск по дублям по всей строке, ну, в общем-то, опять же, к сожалению, не про миллионные датасета, но там, где Excel вывозят, мы делаем сцепку, например, да, из всех значений всех полей. Таким образом получается уникальный ключ для каждой строки с комбинациями полей. И таким образом, применив шоу дублякейтс на этом поле, вы получите расцветку, подкраску, раскраску, если что-то где-то повторяется. Но это про полное дублерония. Вот, если есть какие-то подозрительные дубли только по части полей, либо только по одному полю, да, то есть это скорее отрубится уже на первом этапе, когда мы смотрели на нерелевантные поля. Но, тем не менее, то есть на всякий случай здесь все варианты приведены. Как правило, да, вот как на вот этом примере, дубли полные, ну, то есть это когда у нас один и тот же уникальный объект, одно и то же объявление, одним и тем же ID-шником, по какой-то причине появилось в датасете дважды. Здесь, ну, могут быть технические ошибки, конечно, да, но просто это вот вариант поиска. Мы иногда делаем дубли себя сами, да, опять же, при подготовке источника, при написании кода, не сделанной правильной группой, не сгруппированные строки, не сегрегированное что-нибудь, может привести к тому, что строки будут повторяться. Это нам в некоторых случаях потом сломает чутка жизнь, поэтому следите за дублированием, пожалуйста, тоже. Это, ну, довольно простая базовая проверка, да, посмотреть, повторяются ли значения в полях или нет, но она тоже важна. Ну, и история про шумы и выбросы, да, пожалуй, самая популярная история, и то, что приходит, ну, тем, кто хотя бы чуточку в теме на предмет анализа данных, да, о качестве данных одновременно всплывает в голове выбросы шума и аутлайера, вот это все, ну, фактически это какие-то аномалии, да, то есть аномалии мы с нами уже подробно попытались предположить и даже иногда немножечко интерпретировать в разговоре раньше. Но фактически причин может быть несколько, да, то есть начиная от того, что данные были записаны неверно, то есть именно на уровне получения данных отчет было измерено неверно, нолик не туда дописали, округлили сверхмеры, ну, то есть вот банально проверка, она подобного рода проверки без разряда, да, у вас есть регионы в таблице с выручкой компании, у вас есть и вам известен тотал, и когда вы начинаете складывать между собой регионы, у вас оно с тоталом не сходится, и может оказаться так, что это потому, что кто-то когда-то при подготовке витринки это дело подокруглил, а не надо было. И, собственно, если есть возможность разокруглить обратно прекрасно, да, это спасет нас с вами. Если нет, то, ну, как бы печальная история, но по факту, как правило, исходники, да, все-таки существуют, и можно ошибки исправить на их в тот момент, когда они, да, происходят в самом корневом моменте. То, что касается шума, шумовых объектов, да, то есть вот эта вот история, скорее всего, то есть, возможно, что-то классифицировано неверно, кто-то ошибся с выбором комнат, количество комнат, либо вот как Андрей написал в чате, да, о том, что это что-то переделанное из бывших общежитий с маленькими комнатками, ну, то есть, по сути, это как бы чутка не та классификация, которая общепринята, да, для жилых объектов, ну, была, по крайней мере, вообще принята какое-то время назад, и это можно классифицировать как шум. И если вдруг что-то заехало вот прям совсем не то, да, то есть, может быть, что-то технически сломалось, градусник перегрелся, вот это все, ну, таким образом мы тоже можем получить значительные выбросы, экстремально высокие, либо экстремально низкие значения, это все сюда. Как правило, опять же, вот ничего нового, ну, либо исключить, либо заменить на подходящие случаю средние, в принципе, здесь все происходит достаточно классическим образом. Ну, и если вот по этой теме подводить небольшой итог, да, перед тем, как мы с вами двинемся к следующему модулю и ответим на вопросы, я, наверное, здесь хотела подсветить тот факт, что, по сути, могут как-то, ну, немножко меняться местами этапы, да, не обязательно все трудно в таком порядке проверять, здесь нет никакого четкого чехлиста, что вот мы идем строго так. В любом случае, самый быстрый путь, которым, ну, как мне кажется, аналитик в современном мире может пойти, это метод исследовательской визуализации, чего мы, собственно, с вами сегодня и наблюдали, да, то есть, по большому счету, для каждого из слайдов можно было получить просто таблицу, да, то есть список в значении поля число. Это, в принципе, не является ошибкой, да, но просто, как, опять же, показывает практика, визуальный канал восприятия в данном случае срабатывает сильно быстрее, и мы, ну, просто люди воспринимают информацию таким образом, да, это как бы тоже отдельная история про как представлять результаты вашей работы, да, как это сделать наиболее эффективно и эффектно, да, здесь вот оба слова на эфе очень уместно, просто потому что мы стараемся, да, во-первых, принести полезную информацию, во-вторых, сделать доставку месседжа в мозг заказчика максимально быстрой. Мы про это тоже многое подробно в курсе говорим, ну, именно изучаем, как правильно строить отчеты, рисовать графики и собирать это все в дешборды с точки зрения визуального восприятия человека, того, как мозг устроен, в этом смысле, вот, потому что здесь граблей неотоптанных, целая гора, вот, так что хочется, чтобы студенты на них не наступали, вот, поэтому заканчивая, да, вот эту вот часть здесь, я бы сказала, что в любом случае, даже если вы не имеете возможность что-то прям очистить или поудалять, вы, как минимум, найдете, ну, составите какие-то дисклеймеры, да, какие-то замечания о том, что, по вашему мнению, могло повлиять на качество, ну, предварительного, да, какого-то анализа и вынести это на обсуждение с вашим заказчиком, стейхолдером, руководителем, кто бы он ни был. Вот здесь как раз-таки возвращаясь к вопросу Николая, да, об уровне компетенции аналитика, да, и о том, как, собственно, принять решение, ну, то есть тут реально тоже довольно философский вопрос сам по себе, но не могу, наверное, ответить более правильно, чем правый смысл. То есть если у вас в, опять же, полях тот же несчастный градусник, да, шкалят за соточку, ну, то есть я думаю, здесь не требуется какого-то специального согласования для того, чтобы эту информацию не принимать в расчет. Но, возможно, есть вариант попытаться через, да, там, руководство запросить инфу о том, а есть ли корректная, собственно, статистика про температуру на складах или нет ее, да, то есть как с этим быть, можно ли получить качественную информацию. В любом случае, если речь идет о корпоративной среде, да, если вы не занимаетесь своей собственной какой-то исследовательской практикой, я всегда за то, чтобы, наверное, находки, да, которые вы делаете, вот эти замечания, наблюдения, которые у вас получаются по ходу исследовательского анализа, документировать все, да, абсолютно, даже если это было из разряда запятая, запятая, а не точка, локаль это не могла обработать, и получалась какая-то странная фигня. Вот, то есть все эти изменения должны быть задокументированы. Часть вещей, которые вы ставите с позиции вашей уверенности, знания предметной области, опыта работы и банального здравого смысла можете скорректировать, вы это корректируете по мере, ну, как бы, весь оставшийся кусок. Поначалу, да, особенно если вы только начинаете свою работу в этой области, лучше переспросить, чем недоспросить, да, конфирмировать руководителям методы изменения, да, что вот это вот не берем, ну, вот здесь было только одно поле, в котором была, да, там, словно ритейл-сеть, там везде одна пятерочка, это неправда, мы не берем это поле в расчет. Ну, то есть, как бы, такие вещи, они довольно очевидны, но даже если вы это напишите в формате FYI, да, free information, спокойнее будет. Вот, это просто дополнительный метод повысить прозрачность к вашей работе, потому что, ну, опять же, если не давать каких-то комментариев, замечаний о том, что было преобразовано, можно потом сильно замучиться, отвечать на вопросы, а почему, а где, я вот тоже построил сводную табличку, у меня среднее не сошлось, да, то есть бывают очень деятельные коллеги, так что здесь, чем прозрачнее вы будете подходить к этому, тем лучше. Ну, а по мере погружения, да, в предметную область, по мере роста, ну, я же не знаю, роста чего здесь, защита нервных, защита нервных окончаний, роста блины, бороды, сисадмина, по сути, чем больше опыт в конкретной предметной области, тем более интуитивными становятся определенные вещи, то есть, ну, вот за мои несколько лет HR-аналитики поначалу было, ну, грубо говоря, ты не узнаешь цифры, да, то есть ты не понимаешь, текучесть персонала, вот это вот, это хорошо или плохо, через пять лет ты уже знаешь, и ты уже и просто чувствуешь при первом взгляде на график, ты видишь, что здесь что-то не так, ну, то есть, как бы, ты уже начинаешь эти данные чувствовать буквально вот тактильно, с первого взгляда видишь, что надо покопать, поэтому здесь только, ну, опять же, да, узнавать предметную область лучше, лучше, а ничто не узнается лучше, ну, это та вещь, которая только с практикой приходит, вот это абсолютно точно так. Окей, спасибо большое за вопросы, я приглашаю всех, да, еще что-нибудь позадавать в чат, у нас с вами не очень много времени остается, но мы таки имеем интересную информацию в, в, не знаю, в второй части это при этом, да, в второй третий, как ее номеровать, вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, накидайте в чат, ну, у нас в любом случае оно все ответится, если вдруг, да, какой-то, в какой-то момент мы поймем, что, ну, окей, трансляция закончилась, я, все равно мы вопросы сохраняем, вот, и ответим на них долетом, что называется, но я вижу, что что-то есть, окей, так что тогда давайте я дорасскажу чуть-чуть про курс и наши бонусы и к вашим вопросам вернусь, чтобы уже наверняка мы всю аудиторию, которая вопросов не имеет, отпустили, но желающих дослушать, все-таки дослушать, да, ответить тоже не обидел, вот, я думаю, так будет справедливо. Окей, с точки зрения того, как выглядит наш процесс обучения, да, мы здесь с вами, ну, немножко об этом поговорили, онлайн-вебинары проводятся, проводятся они в вечер, в 8 по Москве, вот, это полтора часа, собственно, да, ну, фактически пара, и мы встречаемся на Zoom. Все записи занятий, все материалы, все презентации, методические ссылки, дополнительные статьи, они сохраняются в личном кабинете студента, и даже если вы где-то отстали от поезда, да, там, перешли на другой поток или просто хотите это все освежить, оно никуда не девается, оно у вас есть, то есть в этом плане можно возвращаться, пересматривать, переслушивать, перетыкивать, все это все удобно. Домашние задания собраны таким образом, чтобы, ну, не совсем на игрушечных примерах практиковать навыки. Не могу сказать, что это там прям какие-то супербоевые, да, примеры, просто потому что все мы тут беднеги по ДНД и в соглашениями, а не разглашениях и так далее, вот, но мы старались, вот, в любом случае что-то сделать, это как-то и приятно, и полезно, и интересно. Так, прежде чем мы карьерную информацию перейдем, давайте я, собственно, вам программу курса-то и покажу. Для тех, кто еще не успел ее поразглядывать самостоятельно. Собственно, вводимся мы в разделе про аналитику. Как вы можете видеть, фактически все веточки, да, все ответвления направления специализации аналитиков мы покрываем. И здесь есть аналитик данных, стартующий 31 августа, то есть уже совсем скоро. Не хочется грустно шутить про то, что мы сделали с этим летом, вот, но я надеюсь, как минимум, у каждого была бы несколько приятных, кайфовых летних дней. Встречаться мы будем по вторникам и четвергам. Ну, в общем-то, время одинаковое. И, в принципе, какие-то, да, там общие вводные вещи о курсе вы можете уже здесь прочитать. Мы не рассчитываем на то, что дата аналитики – это вот прям совсем с нуля люди, которые ни разу не трогали данные, поято слово «статистика», да, ну, как бы будет просто тяжело. То есть должны быть какие-то базовые представления о том, что такое статистика, как работать с данными, видеть Excel, да, знать, как сводную таблицу построить и формулы использовать. Ну, как бы VBA не надо, макросы не надо, вот это все. Вот. Ну, тут есть, собственно, дальше тот набор критериев, которые мы предъявляем. Собственно, здесь вот мы с вами в прямом эфире, что прекрасно. И следующий открытый урок у нас будет, вот я обещала сказать, да, 23 августа в 20.00. Будем говорить про сбор требований. Вот. Это, на самом деле, не только опытно в этой теме подойдет, просто, ну, авторский взгляд, да, на то, как с этим работать в около-этишной среде в контексте анализа данных и по строительству даже бордов. Вот. В целом, в общем. Если говорить про преподавателей, нас тут много. Вот. Мы представлены в числе аж четырех человек, и каждый из ребят отвечает за свой какой-то кусок курса. Я в большей степени про визуализацию и, ну, какие-то общие организационные моменты, да, вокруг запуска курса, подведения итогов. Но в целом, как бы, это все мое творчество. Так что, если вдруг по программе будут какие-то вопросы, то приходите. Александра, Антон и Дарья, да, присоединяются тоже и ведут каждый свою часть. Но в целом мы стараемся меняться. Ну, как бы, нет какой-то, да, там прям специализации, которая вот навсегда прибита гвоздями. Если вы почитаете описание, которое каждый из преподавателей составил о себе, то вы из skillset, да, так увидите. И те примеры из опыта, ну, описания про опыт, которые, в общем-то, позволяют себе составить впечатление, с какими доменами, с какими областями человек имел дело. Собственно, вот они, необходимые знания, да, то есть все-таки это продвинутый Excel, но не базовый точно просто, потому что иначе будет трудно на домашке делать. Базовое знание про матанализ статистику. Если уже чего-то пробовали SQL и питонить, вообще прекрасно, но мы это получим в рамках курса фактически с нуля. Вот, так что я думаю, здесь каких-то сложностей возникнуть не должно. Вот, сама по себе программа выглядит вот таким образом, да, я ее помариную немножко на экране, чтобы вы успели рассмотреть. Но, опять же, там можно нырнуть в каждый из конкретных модулей, рассмотреть, почитать и уже прийти к своим каким-то выводам, заключениям, идеям и так далее. По сути, главная, наверное, особенность состоит в том, что мы чередуем что-то процессное, бизнесовое, визуализационное с чем-то более техническим. И таким образом не происходит передоза, ну, сложной информации, да, о том, как именно, ну, это бывает непривычно, да, особенно когда ты стартуешь, пробуешь свои силы в новой профессии. Был фидбэк на первых запусках о том, что компоновать вместе много кода не очень удобно, мозг ломается. Вот, поэтому сейчас все выстроено таким образом, чтобы максимально спасти мозги. Вот, но легко не будет, наверное, ну, совсем упора-то тоже не будет. Вроде бы обычно легко и интересно, ну, как минимум приятно, интересно и не скучно. Вот как-то так. То есть, ну, по итогу мы заканчиваем исполнением, да, проверкой всех этих навыков в рамках проектной работы. Это кейсы, которые решаются через анализ датасета, подготовку дэша и презентации, ну, и каких-то выводов о том, что вы, собственно, хотите сказать по этому поводу, да, как аналитик, который проанализировал датасет и имеет что сказать на этот счет. Вот, так что, собственно, приходите. Я думаю, что здесь сейчас в целом, да, и в общем по программе все. Вот, и как бы мы с вами немножечко ненадолго вернемся к презе и потом закончим с вопросами. Ну, вернее, продолжим и закончим с вопросами. Значит, то, что касается немножко карьерной информации, да, просто на всякий случай небольшой рефрешер о том, что это все еще популярно, востребовано, и машины нас сами не заменят. Ну, ровно потому и не заменят, потому что машины, исследовательский анализ данных, умеют делать, ну, вот как вы видели, да, на уровне построить гистограммку и показать ее живому человеку. Если бы мы, ну, доверяли это все уже роботам, ну, решение принятых, правильным было бы, как вы помните, да, то есть недавно ходила в интернетах шуточка на тему того, что заменить программиста машины, да, ну, тогда заказчику придется четко формулировать свои требования. Ну, то есть у нас как бы ровно такая же ситуация, так что здесь можно не переживать. Я не буду прям сильно подробно здесь как-то останавливаться, да, потому что, во-первых, вся, ну, вот история про зарплаты, зарплаты, как правило, заведомо, известно, тем людям, которые пришли послушать про конкретную специализацию, ну, и плюс я с осторожностью отношусь к срезам имени хэдхантера, хабры карьеры и прочего, потому что в какой-то мере все-таки здесь есть тяжелые риски средней температуры пополать, ну, то есть, в частности, да, когда мы смотрим на СДП по конкретной роли без каких-то дополнительных срезов по, там, я не знаю, по городам, по чему-нибудь еще, по доменам. Во мне орет HR-аналитик, который делал много зарплатных обзоров, вот, и просто ты начинаешь докапываться ко всем мелочам, поэтому я отношусь к этому как к индикате, да, то есть какие-то примерные ориентиры, которые позволяют между собой хотя бы примерно масштабы сопоставлять и понимать, что происходит. Но если мы, опять же, да, мигнув на секундочку в сторону нашей программы, да, посмотрим, например, о вакансии, которые есть, мы увидим, что в целом, да, знакомые слова повторяются, да, то аналитики разного рода, но тут у нас что-то больше промедла, но в целом, в общем, SQL, Python, как бы базовый, как бы уверенный, это все то, что, в принципе, уже, да, исходя из ваших успехов на курсе, вы сможете применять в реальности. Ну, прям не то, чтобы, да, там супер 100-500-этажные запросы писать, но как минимум представлять себе, откуда это все танцуется, как оно должно работать, да, и как это сделать, что немаловажно оптимально по перформансу. Ну, это, наверное, отдельный прям референс на тему того, что мало дать какой-то навык, да, пишем, как вывести Hello World, поэтому, ну, и как это именно для дата-аналитики в дальнейшем будет применяться. Если, да, то мы с вами идем на повышение, смотрим на более чистые вакансии с тремя годами, ну, на самом деле, опять же, если вы уже пробовали искать, копать в эту сторону, не верьте тому, что пишут в скиллсетах в вакансиях вот на 100%, да, то есть могут просить опыт работы в СДОП, вот это все. Ты реально пока не придешь на собеседование, ты не узнаешь то, что от тебя хотят. Все спросят про Excel, все спросят про, там, условно говоря, степень погруженности в доменах, типа, ну, как бы придем, научимся, да, ну, то есть как бы это нормальный профессиональный подход. Вот, вот, технические скиллы, да, правильные нужно требовать, доменный опыт, ну, как бы зависит от пожеланий компании, да, в целом это та вещь, которая осваиваема, вот, так что я здесь просто призываю не пугаться, и прежде всего призываю не пугаться проходить интервью, даже если вы заветом и чувствуете, что можете не потянуть, это больно и неприятно, но это бесценный опыт в том плане, что ты видишь реальные вопросы, ты видишь, где ты тормозишь, и где ты, где тебе нужно еще покачаться, чтобы к следующему собеседованию подойти уже во всеоружие. Сбер, уверенное знание, сику, все, прекрасно, все бы так. Вот, ну, то есть, грубо говоря, полистать вот эти примеры будет можно, да, опять же, вот эта вся прекрасная вещь будет вам доступна, вот, поэтому, подводя итоги, мы с вами, собственно, прошли интересный путь сегодня, да, я думаю, что мы лучше представляем о том, лучше себе представляем то, как именно выглядит исследовательский анализ данных, да, что делать с датасетом, что, с чем это все едят, вот, и, соответственно, мы можем поработать уже не совсем не подготовленными с этим всем, вот, и двинуться к успеху. Я, на самом деле, давайте сразу закину ссылочку на опросик, да, это про обратную связь, то есть будет круто, если вы поделитесь своим фидбэком о том, как сегодня все прошло, вот, и проверю, собственно, есть ли мне что еще сказать. Ну, немножко док-материалов, про курс мы с вами поговорили, про открытый урок мы тоже поговорили. Все, я оставлю экран с окурсом, мне кажется, это будет более полезная тема, вот, и посмотрю на вопросы, которые остались неотвеченными. Ну, то есть, ребят, если у вас вдруг куда-то слушатели, которые все еще с нами, но у них нет вопросов, пожалуйста, спасибо, спасибо за внимание. Вот, я думаю, что сегодня мы с вами совершенно точно провели время не зря, я буду рада вас на курсе видеть, вот, у кого вдруг вопросов нет, я готова вас потерять сейчас, но лучше остаться и послушать. Теперь про ответы. Собственно, так, давайте по порядку. Вопрос Николая про Power BI. Ну, на самом деле, это Николай, вы же понимаете, вы задаете вопрос примерно как Windows или Mac, Android или iOS. На самом деле, если объективно говорить, да, ну, то есть, как бы, я читаю курс, читаю модули про BI и не в контексте только табло, да, то есть, если поискать на Ютубе, в отусовских материалах был открытый урок, где мы, ну, где я делала визуализацию на Яндекс.Даталент для табло и Google Analytics, Google Data Studio, как он сейчас называется, ну, короче, на трех бесплатных BI-ках, вот, и сравнивала, ну, грубо говоря, получившийся результат между собой. По большому счету, все они очень похожи. Ну, то есть, это уже личная вкусовщина, да, то есть, мне больше нравится работать под Mac'ом или под Windows. Нюансов различий, их не так много, да, опять же, Power BI, табло, клик, вся большая тройка BI-систем, которые, ну, по-прежнему, да, живее всех живых и продолжают работать, в том числе на территории нашей страны, как бы это вопрос личного выбора, кому что больше нравится. У меня так случилось, что я, в принципе, да, потрогав по щупу, выбрала табло, ну, и как бы дальше для того, чтобы достигнуть максимума, ну, выжать из инструмента максимум возможного, для тебя полезнее специализироваться уже на том, что ты выбрал. Ну, то есть, грубо говоря, как показывает практика люди, ну, практика технических собеседований, да, с аналитиками по репортингу и визуализации, в частности, если человек меняет инструменты, да, активно, с одной стороны, это повышает его востребованность, как, ну, как бы для разных компаний, да, то есть это прикольно, с другой стороны, если компания ищет экспертов на конкретную платформу, то, скорее всего, ну, мультиостаночники не пройдут на сеньора именно табло-девелопера, просто потому что ввиду специфики они не погружались во все нюансы и не знают каких-то тонкостей, ну, то есть это как бы вопрос принятия решения о том, я хочу попасть в любую компанию на любой BI, да, и как-то вот прокачиваться в этой среде, уметь построить прикольный отчет на любой платформе, либо я хочу запускать мои отчеты в космос, да, делать их нереально крутыми и красивыми, используя один конкретный инструмент. То есть это, скорее, вопрос вот такого выбора. Так что, на самом деле, да, отвечая на вопрос, ну, как бы, мой выбор во многом предопределило то, что в люксофте, в котором я проработала 10 лет, табло был главным инструментом, и в целом реверансы в сторону других систем, ну, как бы, исследовались уже позже, после того, как я проработала, лет 5, наверное, на табло, вот, но я уже после для собственного развития кругозора изучала это дело, да, там, трогала Power BI, трогала клик, ну, не обошлось себе, собственно, да, вот, бесплатных решений, Data Lens, Data Studio, вот это все. Ну, как бы, вот прям сейчас я бы все равно выбрала того. Мне очень нравится. Ну, на самом деле, это просто вопрос какого-то такого своего стилистического образа. Окей. Еще вопрос. Какой работа аналитика больше, так, Георгий, смотрим, которая приходит от стейкхолдера, когда задача ставится свыше, когда это в свободном поиске каких-то закономерностей. Ууу, ну, вот, это прикольно, да. Ну, и про то, что, к чему мы пришли по результатам нашего примера. Да, да, спасибо, это классный вопрос, было бы здорово подвести итог. На самом деле, вот это вот вопрос, который вы будете задавать на собеседованиях, испытывая работодателя на степень пригодности, да, потому что это очень сильно определяется степенью зрелости компании, дата культуры в компании и тем, куда вы приходите, да, ну, то есть, как бы, позиция дата аналитика, она очень широкая. Где-то это будет человек с перекосом в визуализацию, где-то это будет человек с перекосом в SQL-кодинг, да, в написании запросов в образку данных, где-то туда могут примешиваться элементы машин-лёрдинга, дата-сайенс и всякого такого, да, то есть, как бы, опять же, не верьте тайтлам, читайте скиллы, ходите на собеседование. Я считаю вот именно ваш вопрос классным для интервью, потому что вы сможете понять, ну, как бы, для себя совпадает пропорция с вашей или нет, то есть, ну, вот я на технических спрашиваю, окей, человек, ты хотел бы рисовать, ну, грубо говоря, да, строить отчёт вот именно с точки зрения визуализации, работать с построением даже бордов больше, или писать источники, работать с кодом, с технической проверкой данных, с аналитикой больше, да, то есть, как бы, 50 на 50, 30 на 70, 40 на 60, как угодно, в зависимости от проекта у меня сейчас может быть такое, что прилетает одна задачка, которая на 90% исследовательская, и, ну, как бы, итог у меня будет один, дэшборд, которым будет пользоваться мой стейкхолдер, да, со всеми предварительными этапами. Хорошо, прекрасно, как бы, может быть, одна задача, которая про чистый полёт, может быть, одна задача, в которой 60% всего предопределено, но мне кажется, что, ну, вот, опять же, это может быть всё-таки довольно субъективным мнением, но от аналитиков данных чаще ждут творческого подхода, ну, вот, начиная с уровня middle plus, то есть, то, что мы взрослые, умные, проактивные, сами пойдём чьё-то там ковырять. Как правило, вводные здесь на уровне, ну, не на уровне сделать у меня хорошо, но на уровне каких-то предположений у заказчиков есть. Иногда, когда в компанию ищут вообще соло-оркестранта, да, это вообще будет полная свобода творчества, и к этому не каждый готов, да, потому что всё-таки, ну, вот, опять же, имея практику работы по точнейшим ТЗ, когда тестировщик тебя пинает за не тот свет в барчарте, ты понимаешь, что запуск давать такую работу идеально легко. Когда ты видишь, ну, подробное ТЗ, да, ты по нему всё делаешь, вот, у тебя нет никаких проблем с принятием, но могут быть проблемы с внутренним принятием того, что я делаю, где же мой художник внутренний. Вот, поэтому здесь нет какого-то, да, там, бенчмарка рыночного стандарта или чего-то вроде, везде по-разному, но вот это в моментах вашего, да, собственного профессионального становления точно будет и то, и другое, и ваша задача понять, что вам нравится больше, чтобы, собственно, да, ответ на, ответ будущего работодателя на вопрос о том, какие именно пропорции у нас, он был вам максимально понятен, и вы могли решить, нравится вам это или нет. Наверное, я бы к этому подходила таким образом. Результаты, опять же, могут представляться как, ну, начиная вот дальше в Excel, в зависимости от степени зрелости компании, заканчивая крутыми дешбордами в Tableau, Power BI, Клике, где угодно, ну, вот тут быстро не ответишь, тут я прям приглашаю приходить, потому что, естественно, мы все стремимся в космос и приучать наших заказчиков к красивым дешбордам, но иногда приходится выкручиваться и делать это в вариантах попросче. Так, смотрю ответы на вопросы. Ну, вот открыли закон в зависимости цены квартиры от площади, ну, да, то есть, как бы мы с вами даже не доказали, что зависимость существует по-хорошему, там надо было еще истории, ну, как минимум, с корреляцией, но с вот этой всей, да, темой применять, ну, и лезть в более глубокую статистику, в которую я сегодня не лезу намеренно. То есть, как минимум, мы бы могли доказать, что эта связь есть не только на уровне здравосмысла, да, но и статистическим. Окей, и по сути дальше мы продолжали бы работать с исследованием оставшихся полей, да, то есть, ну, очевидно, что там, типа, там еще площадь кухни, жилая площадь вмешиваются, врываются в чат, что называется. И исходя из всех вот этих вот потенциальных зависимостей, наш ответ здесь – это парадоксально, но список вопросов, которые, на которые мы будем отвечать через анализ, через все вот это вот, через анализ данных, да, через наши с вами упражнения. Так что да, там, где у всех ответ, у нас к вам список вопросов. Вот, как-то так. Так, что я еще упустила? Скажите мне, пожалуйста, вопрос Елены про Data Governance. Ну, есть небольшие отсылки к этому в BI-модуле, но скорее на уровне вот… Спасибо Николаю за формулировку экспертных вставок. Вот, все-таки Data Governance – это прям целый отдельный пассив. Надо будет подумать, да, в сторону того, чтобы его вывести как самостоятельное направление. Очень бы хотелось, потому что тема, блин, ну, для моей текущей боевой, опять же, рабочей практики очень актуальная, очень это все болит. Окей, окей, хорошо. Спасибо большое, ребят. Если есть еще вопросы, мы с вами пересидели на самом деле, но очень интересно, очень классно. Поэтому всех пришедших благодарю за ваше внимание, за интерактив, несмотря на то, что мы в стриминговом режиме все равно интерактив получился. Я очень этому рада. Я буду видеть всех, кто решится поучаствовать в дискотеке под названием «Дата аналитик». Стартуем 31 августа, ну и приходите на открытый урок 23 числа, поговорим про сбор требований. Всем спасибо, всем, собственно, успехов и хорошего вечера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok